Вы готовы сейчас начать распродажу всех госкомпаний крупным западным корпорациям? Отнять у своего коррумпированного, неэффективного чиновника и отдать тому, кто умеет это делать? Где тот водораздел, когда мы оплачиваем плохой менеджмент или поддерживаем национального производителя? Там, где государство вмешивается в управление, ну, газ, это самое неэффективное наше полупредприятие. Дальше нефть, где ушли собственники, пусть плохие, олигархи. Я их тоже очень не люблю, и большие у меня к ним претензии по коррумпированию министров и прочих чиновников и по ответственности за гражданские институты. Но, вот черной металлургии, возьмем последнюю сводку производительности труда, которую МакКинзи сделали очень профессионально. При средней 25% от американской в черной металлургии 33%, где меньше всего государство вмешивалось. Ну, пока, во всяком случае. Я уж не говорю о конкурентной отрасли, там, ритейл, телекоммуникационный, там более-менее. В целом, везде, где мы видим, вовлекается государство, везде эффективность падает. Это очевидно. Все-таки чиновники цели другие. И при этом полная поддержка населения. Ладно население. Я присутствовал на одном совещании, начало кризиса, я помню. Очень высокопоставленный чиновник проводит совещание. И пригласил туда человек, там, 16 было, руководителя бизнеса, лидирующих всех там. Общий крик – национализируйте нас. Стране нужно еще раз пройти процесс. А государственное создание тут какой-то подобия госплана или чего-то опять обанкротится от неэффективности. Только тогда более широким массам вот этот иммунитет будет привитым и начнем думать, что стоп-стоп-стоп, это не путь. Мы начинаем искать вот здесь, вот двигать стулья на Титанике, да? А там пробоина у нас. Вот первая – это политическая конкуренция, она решает все остальные проблемы. Чтобы она была, конечно, тоже есть ключевые вещи. Опять-таки, без свободы лица невозможно ничего создать. Нельзя гарантировать волю народа. Нельзя узнать ее. Потому что вас могут завтра уволить за ваше мнение. Вас могут завтра посадить в тюрьму. И поэтому сегодня спрашивать вас, вы довольны жизнью? Без того, чтобы гарантировать, что вас завтра никто не сможет. То есть независимый суд, вторая часть, да? Политическая конкуренция, независимый суд. Все эти институты являются ключевыми. Не Путин там виноват, не какой-то там вот, пока эти институты не работают, ни какие-то более мелкие вопросы бессмысленно ставить. И вот главные, конечно, должны быть решены. Они все давно решены в европейских странах, в Америке. И мы можем просто взять и учиться этому. Или мы можем говорить, нет, у нас свой путь. При этом вам будут рассказывать о государственности, вам будут рассказывать народность, соборность, православие. Но как на этих институтах, я полностью их поддерживаю, но как на них построить свободный суд и независимый? Как на них построить политическую конкуренцию, никто вам не ответит. Это просто вот пустые слова для таких институтов, которые необходимы. Вот Людмила Алексеева, по-моему, сказала, Людмила Михайловна, что она 14 лет в Америке прожила и говорит, если там завтра исчезнет гражданское общество, через год власть будет вести себя так же, как у нас. Ездить там с мигалками всех, объезжать без очереди, вести себя совершенно беспородно, потому что нет сопротивления. Никто не говорит, хватит.